Добрый вечер, уважаемые телезрители, на Риотовском телеканале в прямом эфире программы «Диалог», и я, ее ведущий, Владислав Момот. В этой студии традиционно по средам мы встречаемся и беседуем с самыми интересными и значимыми людьми нашего города и всего Подмосковья, говорим о самой актуальной темы. И сегодня мы хотим коснуться темы спорта, а точнее футбола. А в гости мы пригласили главного тренера футбольного клуба «Приолит» Владислава Тернавского. Здравствуйте, Владислав Михайлович. Добрый вечер. Владислав Тернавский, главный тренер футбольного клуба «Приолит Риотов». Родился в 1969 году. Окончил Киевский государственный институт физической культуры. Чемпион СССР 1989 года среди дублирующих команд в составе «Динамо Киев». Чемпион России и обладатель Кубка России 1994 года в составе футбольного клуба «Спартак» Москва. Член сборной России по футболу на чемпионате мира в США в 1994 году. Серебряный призер чемпионата Украины 1995 года в составе футбольного клуба «Черноморец» Одесса. Чемпион Казахстана 2002 года в составе футбольного клуба «Иртыш Павлодар». Сегодня наша программа будет полностью посвящена спорту, футболу. Футбол любят все. Это спорт номер один на всей планете и в нашей стране. Эта игра была всегда в фокусе внимания наших болельщиков, фанатов. Уважаемые телезрители, вы также можете принять участие в нашей программе. Для этого вам нужно позвонить по телефону прямого эфира 8495-791-8802. Вы совсем недавно возглавили футбольный клуб «Приолит». Какое было ваше первое впечатление? Ну, впечатления остались хорошие. Условия для работы оптимальные. Хотелось бы, конечно, чтобы было еще поле с подогревом. Вот. Ну, первое впечатление хорошее. По сравнению с прошлым сезоном, насколько обновился состав? На 70%. Это хорошо или плохо? Вот. Я всегда задаю этот вопрос тренером. Ведь хорошее омоложение идет только на пользу. Ну, смотря, какие задачи преследует клуб. Если воспитывать молодежь, то это хорошо. А если сохранить команду для последующих задач, высоких, то лучше омолаживать команду процентов на 10-20. А кто эти новые футболисты? Это воспитанники местной школы или варяги? Нет. Воспитанники «Приолита» школы. Вот. Местные. Молодые ребята 2001-2000 годов. То есть 70% новых игроков. Ну, выступать в новом сезоне во многом результат будет зависеть от того, на начальном этапе, как команда подготовилась. Вот как прошла пресезонная подготовка? Пресезонная подготовка у нас была в городе Ревутове. Тренировались и на снегу, и поле у нас без подогрева. Вот. То, что я и говорил. Немножко тяжеловато, потому что и лед был, и снег, и морозы. Ну, как говорится, и в мою бытность мы всегда тренировались на снегу. Так что все нормально. Я знаю, что прошли ряд контрольных, товарищеских матчей. Как сыграла команда и насколько вы остались довольны результатами? Ну, на сборах мы провели 10 товарищеских игр. Вот. Смотрели новичков, смотрели разные сочетания игроков. Пробовал я игроков обороны сыграть в полузащите. Вот. Нашли пару мест, пару футболистов, которые играли в полузащите. И сейчас хорошо играют, выглядят хорошо в нападении. Ну, а вот какая линия в команде у вас, так сказать, вызывает наибольшую тревогу? Оборона. Оборона. То есть, собственно, та линия, в которой играли вы сами? Да. А с чем это связано? Что сейчас нету классных защитников? Ну, защитникам, я так всем говорю, надо родиться. Наверное, правильно сказать, что каждый мальчишка, приходя в футбольную секцию, мечтает побольше забивать. А вот защитникам мечтают стать, наверное, единицы. Вот это такой случай у меня. У меня первый тренер в детской школе был Владимир Иванович Анищенко. Играл за Динамо Киево, за сборную СССР. И вот все ребята шли забивать мячи, а мне нравилось у Анищенко отбирать мяч. Вот это у меня с рождения. Команда «Приолит» под вашим руководством провела уже первую игру. По-моему, в субботу была игра с Ивантеевским «Легионом». К сожалению, победы не было. Мы уступили, да? Уступили, да. В целом, как показали новенькие ребята, как в целом для вас, как и для тренера складывалась игра? Игра складывалась в первые минуты очень хорошо. Мы забили быстрый гол. Ну, немножко в обороне вот две ошибки допустили, и нам два гола забили. Опять оборона, да? Оборона, да. Ну, что будете делать с обороной? Тренировать, тренировать и еще раз тренировать. Ну, я думаю, с таким классным тренером, который сам знает, как играть в обороне, наша оборона станет одной из лучших в третьем дивизионе. Уважаемые телезрители, напомню, сегодня у нас в гостях главный тренер футбольного клуба «Приолит» Владислав Тернавский. Вы также можете принять участие в нашей программе. Для этого вам нужно позвонить по телефону 8 495-791-8802. 791-8802. Сегодня мы говорим о спорте, а в частности о футболе. Владислав Михайлович, приглашая на работу того или иного тренера, руководство клуба ставит перед ним определенные цели. Какие цели стоят перед вами? Руководство клуба поставило передо мной цель воспитать побольше молодых ребят, ну и, конечно, занять достойное место. Я, как тренер, всегда ребятам и в тех командах, где работал, я всегда ставлю перед собой самые высокие цели. Достойная цель – это быть в тройке, в пятерке? Ну, в тройке. Насколько это вообще реально? Ну, загадывать не буду, но ставлю очень такие высокие цели. А в этом сезоне команда играет в зоне, там, где играет команда из Московской области. Произошел некий переход, да? Кого вы видите своими главными соперниками? Команды из каких городов? Ну, вот очень хорошие команды, как мне я уже так с тренерами созванивался. Олимп – Москва, Пересвет – Домодедово, Витязь – Подольский, вот, и УОР – Егоревск. Четыре-пять команд, вот, которые достойно, как сказать, хорошие там. Составят конкуренцию, да, и есть у них чему поучиться. Конечно, конечно. А вот предстоят у вас переезды, получается, по этим городам, насколько ребята готовы к таким, так сказать, такому графику? Ну, вот, тут беда в том, что многие ребята еще учатся в школе, кто в институте, ну, будем как-то совмещать. А получится? Ну, думаю, получится, но там как, посмотрим, да. Было бы желание. Да. Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может. Владимир Владимирович, хочу поговорить немного о вас, о вас как о футболисте, как о тренере. И начать с того, как вы пришли в футбол, кто вас привел, как это было? Ну, было, сейчас вам расскажу, да. У меня старший брат занял, он на три года старше меня. Честно говоря, Бог его наградил талантом, он с двух ног еще с детства хорошо и бил, и подавал. Но немножко у него травмы его замучили. Ну, вот в 16 лет у него там мениски полетели, 18 крестообразные связки. А мне Бог дал немножко упертости. И вот за счет упертости в 10 лет я попал в школу, в детскую, в Динамо Киев, в Ждюшор Динамо Киев. А вообще, в то время, ведь попасть в Ждюшор Динамо Киев, команда, которая была на пике популярности, и не раз становилась чемпионом СССР, и попасть в эту школу, наверное, было очень сложно. Какой был отбор, и как вообще происходил этот отбор? Отбор был. Нам давали игровые упражнения, всякие упражнения с мячами. Тренера стояли, смотрели, и потом отбирали. Тяжело было. Ваш первый тренер, вы уже сказали... Владимир Иванович Анищенко. Каким он был, авторитарным или, наоборот, демократичным тренером? Он был очень жестким тренером. Вот даже у меня был случай, на игре я головой побоялся сыграть. Он на следующей тренировке, на гаревом поле, бросал мне мяч. В падении я бил, стер руки. И вот он говорит, понял. Я говорю, понял. И в следующих играх я уже, как говорится, не боялся ставить голову. Вы сказали, что вы хотели у него отбирать мяч, и мечтали уже, ну, хотели быть защитником. Но неужели не хотели забивать? Ну, вот не хотел, вот, да. Каждому свое. Был футболист, на которого вы хотели равняться. Вот в то время, наверное, все хотели быть как Пеле, как Марадонна. Ну, мне вот больше нравились игроки обороны. Демьяненко, Бессонов. Которые тоже играли в обороны. Динамо Киев. Да. Кстати, когда вы попали в основной состав Динамо Киев, вы столкнулись с такими звездами, как еще раз Демьяненко, Литовченко. Протасов, да? Что это были за люди? И вообще, какая вот атмосфера в то время была в Киевском Динамо? Я после армии попал в эту команду. Ребята, футболисты были, профессионалы. Атмосфера была доброжелательная. Так что все было хорошо. Ну, что-то вас, наверное, поразило прежде всего? Ну, профессионализм людей. А где было такое дедовщина? Вот я много слышал, что старички как-то... Нет, не было. ...принеси мячи, там, подай в уши. Нет, ну, это всегда было, есть и будет. Кто моложе, тот носит мячи в квадрат заходит, там, жилетки носит. Это было, есть и будет. Это не мы придумали, а до нас сто лет назад придумали, да. Вы попали в команду мечты, наверное, в то время. Динамо Киев гремела не только в Союзе. Она в 86-м году выиграла Кубок Кубков. В финале, по-моему, разгромила Атлетик Мадрид. Атлетик Мадрид тогда разгромили в то время. И наверняка вы тоже мечтали с детства попасть именно в Киевскую Динамо в основу. Ну, все дети с дюшер Динамо, конечно, мечтали играть за основной состав. Но, как показывает практика, у нас где-то в команде было в детской школе человек 25. Единицы только играют в большой футбол. Легендарный тренер, который тренировал эту команду, Валерий Васильевич Лобановский. Каким вы его запомнили? Что это был за человек? Человек был очень требовательный, но очень справедливый. Кто относился к футболу профессионально, тот у него и играл. В то время, вот, честно говоря, для меня было две команды. Это Динамо Киев, за которую я болел, и Московский Спартак. Сейчас меня возненавидят все фанаты Московского Спартака. И вы, игрок Динамо Киев, переходите в Московский Спартак. Как такое вообще возможно? Как вас приняли? Как вы лично пережили это? Или в то время это было не так? Ну, я понял, в то время не так было это строго, как сейчас. Если помните, потом и Мамедов играл в Динамо Киев, и Филимонов вратарь. Так что, в принципе... Анопка, да? Анопка, ну, в Динамо Киев был, да. В Дубле. Потом он, да, в Спартаке. То есть вы пришли и увидели, а, так здесь же все наши? Да, у нас дубль в 89-м году был. Анопка, Никифоров, Юран, Кончельский, Соленко. Такой дубль был. Но ведь Спартак пропагандировал абсолютно другой стиль. Это был даже некий такой закрытый клуб, другой менталитет. Как вы влились в основу? Ведь молодым очень трудно пробиться, а тут вы приходите, и вы сразу попадаете в основу. Как так получилось? А вот я ребятам и говорю, кого тренирую, что, ребята, все зависит от вас. Вы должны подстраиваться под любую схему игры, что требует тренер. Вот такой футболист и тренер Ростова Валерий Карпин, когда уехал в Испанию, вот он мне сам лично рассказывал, что, говорит, приходит тренер, хочу, чтобы ты бежал, подавал. Через год приходит другой тренер. Я говорю, мне это не надо, мне надо по-другому играть. И вот сколько он был в командах, говорит, пять тренеров меняются, каждый тренер что-то. Я как футболист должен под это подстроиться. Вот подстроиться. А вот если сравнить Динамо и Спартак, вот какие были преимущества в той команде, в какие в той? Ну, у Динамо Киев в основном атлетический футбол был. Вот, а вот у Спартака более техничные стеночки, забегание. Вся тренировка идет через мячи. У Динамо Киевы кроссы были. Вот, тяжелая работа. Так что вот так. Ну, вам было сложно перестроиться? Нет, в принципе. Сейчас футболисты, и мы смотрим футбол, чем меньше делают касаний. Вот Аякс показатель неделю назад играл, в одно-два касания играет. И побеждает грантов. Побеждает, да. Как фанаты приняли вас? Ведь вы были просто антипод. Как вот это получилось? Ну, чтобы ничего такого я не заметил, чтобы какие-то были конфликты. Все нормально было, да. Фанатам что главное? Чтобы команда выигрывала. Выигрывала. А вы были творцом этих побед Спартака. Старался, да, чтобы меньше забивали. Уважаемые телезрители, напомню, сегодня в гостях у нас главный тренер футбольного клуба «Приолит». Чемпион России в составе московского Спартака Владислав Тернавский. Звоните, участвуйте в нашей программе по телефону 8495-791-8802. 791-8802. Владислав Михайлович, в первом сезоне за Спартак, он был просто ошеломительным, наверное, для вас звездным. Вы сразу становитесь чемпионом России. И в этот же год вы выигрываете Кубок Страны. Да. Не могу ничего сказать. У вас не было звездной болезни, что просто вас поцеловал Бог? Ну, Бог дал шанс. Я им воспользовался. И в этот же год я поехал на чемпионат мира. Вот. Но немножко, как сказать, Ромарио из-под меня забил. До сих пор я помню этот момент. Давайте о чемпионате мира поподробнее. Как вы попали в сборную, во-первых. И 1994 год – это как раз чемпионат мира, который был в США, если я не ошибаюсь. Все правильно, да. Кто вас порекомендовал или как это было в то время? Ну, тогда тренером был покойный Садырин Павел Федорович. Он вас увидел? Ну, да. Я начал за Спартак. Мы первую игру с Барселоной играли. Потом с Монако играли. Опять с Барселоной. С Золотасараем. Ну, тренер сборной, он всегда игры просматривает. Наверное, увидел во мне перспективу. Был какой-то разговор между вами? Ну, вызвали меня в сборную. Потом Павел Федорович сказал, мы на тебя надеемся. Сыграли пару товарищеских игр и поехали на чемпионат мира. Ну, вот уж в тот момент, когда вот вам он сказал, предложил, что вы почувствовали. Какие ощущения были? Ну, каждый футболист мечтает поехать на чемпионат мира, на чемпионат Европы. Я шел к этому долго, да. Долго, нудно. Был, конечно, рад, но огорчился, когда мы из группы не вышли на чемпионате мира. Ну, Бразилия тогда была звездная состав. Бразильцы стали первыми, а шведы стали третьими. Так что мы играли с чемпионами мира. Да. Вы, Слава Михайлович, потом вы из Спартака переходите неожиданно в Одесский Черноморец. Как так получилось? Ну, получилось уже в конце года что-то, я понял, на меня не рассчитывают. И меня позвал Леонид Йосипович Буряк, от которого я уходил в Спартак. Буряк тогда тренировал не в Тернополь в 93-м году, а в 95-м он принял в Черноморец. Я уехал к нему. Ну, ваша карьера и, так сказать, в Одессе сложилась неплохо. Вы в этот же сезон, по-моему, если я не ошибаюсь, стали серебро взяли. Вот смотрите, чемпионат России, вы чемпион. Кубок России, вы выигрываете кубок. Вы едете в составе национальной сборной. Вам сколько лет? Вам получается... 25. 25. Это футболист, самый расцвет, да? Рассвет. Уезжайте на Украину, становитесь серебряным. Вот по одному из ваших же высказываний вы после этого боролись со штампом футбольного везунчика. Как происходила эта борьба? Ну, вот так происходило. Все, может, как-то и завидовали, потому что, знаю, потом мне говорили, что многие... Вот, приехал там чуть ли не из деревни, ну, не в Одернополь, это как бы деревня, да. И сразу попал туда-сюда, и в Спартаке, и в сборную. Ну, потом карьера как-то у меня пошла на... На спад, да. На спад, да. Может, где-то психологически, что как-то так не переборол себя. Так что вот такие... Был в вашей карьере еще один чемпионский титул. Расскажите, где вы играли в то время? Играл за Иртыш Павлодар, это Казахстан. И вы стали? Чемпионом Казахстана. Вот если в целом говорить о чемпионате Казахстана, недавно оттуда вернулся Андрей Аршавин, тоже выступал за Кайрат, да, по-моему? Да. Как вообще оцениваете уровень? Ну, уровень Казахстана, конечно, ниже, чем чемпионат России. Ну, везде играют, сейчас умеют играть в футбол. Недаром казахи 4-0 обыграли. Сейчас я кого-то не забыли. Ну, на чемпионат, на отборочную игру. Ну, потом уступили России, да. Так что сейчас во всем мире команды играют, да. Да, чемпионат немножко слабее, конечно, но интересный тоже, да. Вы знаете, Миколаев, давайте теперь окоснемся вашей тренерской работы. После золотого, так сказать, чемпионата в Казахстане вы решили завершить карьеру игрока и прийти на тренерскую работу. Какой клуб стал вашим, так сказать, дебютным? Дебютным стал я помощником в 97-м году. Меня пригласил Максим Мухаммадеев, Витя из Подольска. Вот с Подольска я начал. И там потом проработал во всех должностях и тренером главным, и помощником 9 лет. А вообще для вас лично было трудно переходить из игрока в главный тренер команды? Ну, да, тут, в принципе, надо побороть в себе, что ты тренер и что игрок. Ну, переборок. Разные задачи, наверное, стоят. Конечно, да. Это футболисты, вот, я тоже думал, как хорошо тренеру. Потренировал и домой поехал. А когда я окунулся в тренерскую работу, оказывается, тренер с утра до вечера всем занимается. Организацией, тренировки, кому что достать, купить. И вот так вот. Итак, Владислав Тернавский, тренер. Вот, а кто по стилю из великих, я возьму того же Валерия Лобановского и Олега Романцева, легендарного нашего российского тренера Спартака. Кто вам по стилю ближе как тренер? Ближе, конечно, Валерий Васильевич Лобановский. Да, вот он как-то, он как и тренер, и как, как сказать, мотиватор. Очень недаром у Лобановского Блохин, Биланов, Шевченко золотые мячи брали. Так что вот так. А как вот он умел мотивировать? Чем? Выходил какие-то нужные слова в нужный момент? Ну да, это требовательность. Он требовал и относился хорошо к футболистам. Вот сейчас многие футболисты получают многомиллионные контракты. И буквально от этих бешеных денег их срывает просто-напросто. Как вы относитесь к этому? Ну, то, что они получают хорошие деньги, за них я, конечно, рад. А то, что вот последние события у нас, то, конечно, это, мне кажется, воспитание родителей, ненадлежащее. Ну и плюс шальные деньги. Это, как говорится, тоже вот с головой проблемы. То есть человек уже не думает о игре? Да. Получается. Да. Ему безразличный результат и все равно заплатят, получается. Да. Человек подписывает контракт на год. И вот в наше время мы премиальные зарабатывали только за участие в играх. То есть сыграл, отыграл хорошо, получил зарплату и премиальные, да? Да, все правильно. То есть мотивация была как от тренера, так и материальная. То есть как сыграешь, так и получишь. От количества игр зависело, сколько сыграешь. Хорошо, такой вопрос. А как вообще оцениваете уровень молодых футболистов? И почему сейчас в России считанные яркие звезды уровня того же Олега Блохина? Ну, тут задача простая, что ребята меньше перестали тренироваться. Я всегда говорил, тренировка, тренировка, еще раз тренировка. То, что дает тренер, это процентов 20-30 от того, что футболист должен заниматься сам собой. Это вовремя ложиться спать, вовремя кушать. Если надо, пойти где-то пробежаться дополнительно. Футболисты сейчас, их поколение, как говорится, я смотрю, они этим не сильно забивают голову. Они себя спят и видят в составе, но как туда пробиться, у них это хромает. Что нужно делать? Тренироваться. Ну, ведь просто так заставить, нужно найти какие-то нужные слова юному футболисту, чтобы он действительно проникся и начал выполнять указания главного тренера, чтобы действительно заиграл на уровне. Ведь мальчишка приходит после детско-юношеской спортивной школы, он мечтает о большом футболе, и вдруг на каком-то этапе что-то происходит, то ли пропадает желание, то ли еще что-то происходит. Я вот не понимаю, почему. Ведь многие юношеские даже сборные мы выигрываем, а потом происходит что-то непонятное. И где эти яркие звезды? Да, вот это у нас беда. Юношеские молодежные сборные вроде играют, а потом, когда вот этот период 17-18 лет, теряются ребята. Вот у нас даже в свое время было, как сказать, такое высказывание. Идет дорога, слева танцы, справа казино, кафе, бары, а там футбольное поле. И кто дойдет до футбольного поля. Многие в это время теряются. Какой ваш главный принцип как тренера? Что вы говорите, ребята, на каждой тренировке? Что если хотите быть хорошими, выдающимися футболистами, надо на тренировки отдаваться 100%. Тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Вот нынешнюю команду, которую вы приняли, сколько вам потребуется времени, чтобы сделать из нее действительно команду, которая сможет выполнить любые цели, попасть в пятерку, а там мы замахнемся на тройку? У нас дело в том, что ребята еще многие учатся в школах, в институтах, и они себе не могут позволить, допустим, в неделю приходить каждый день тренироваться. Вот это вот беда меня волнует. Я с этим борюсь, ну в плане как борюсь. Не знаю, даже уже и так ребят просил, и так говорю, ребят, надо каждый день. Они говорят, у нас то лекция, то сессия, то еще что-то. Они пропускают. А Великий Лобановский говорил, если футболист полдня не потренировался, он уже теряет тонус. Хорошо. Надеюсь, что из Риотова выйдут скоро настоящие звезды, они попадут в сборную России. Кстати, о сборной России, что вы думаете? Они о ее выступлении в групповом турнире, вот в отборочном на чемпионат Европы, какие у нее шансы пробиться? Ну, шансы хорошие, видите, до чемпионата мира, как показала сборная России, выступала неважно, все ругали, критиковали, а на чемпионате мира ребята выстрелили. Это домашний чемпионат был. Здесь, как говорится, был 12-й, 11-й полевой, 12-й игрок, да? Да, это зрители, да. Кстати, вам удалось посетить футбольные матчи? Нет, я как раз отсутствовал в Москве, не было меня, да, я уезжал. Какой ваш был прогноз на победу в чемпионате мира и сбылся ли он? Ну, игры некоторые, вот с Испанией показали, что сильно в обороне много сидели, вот, первые игры забивали, все так понравилось, а последние игры, ну, понятно, хотелось добиться результата, вот, с хорватами тоже так игра сложилась, немножко, неважно. Ну, как в плане, по игре то хорошо, но счет, жалко там в конце это, да. Ну, я же говорю, я всегда ребятам говорю, ребят, тренировка тренировкой, а игра это как экзамен, вот. Можно хорошо тренироваться, плохо играть, а можно плохо тренироваться, хорошо играть. Впереди у Приолита кубковые игры. Несколько лет назад наша команда сделала золотой дубль, мы выиграли и чемпионат третьего дивизиона, и выиграли кубок. Слово повторить? Хотелось бы, да, кубковые игры, они всегда отличались от чемпионата, от игр чемпионата. Вот, на кубковые игры всегда ребята, да, и мы выходили с двойным настроем. Помню, в финал Кубка России мы играли с ЦСКА. 1-0 вели. Золотой, золотой кубок. Да, да, еще пенальти, потом 2-0 вели, 2-1, 2-2, и Оленичев забил, а не, ничья была 2-2, и потом у нас пенальти были, и Оленичев забил победный гол. Тяжелая игра была, да, и вели, и проигрывали, и ничья. Я надеюсь, что наши риотовские футболисты, имея такого тренера, обладателя Кубка России, чемпиона страны, не подведут его, и весь наш город, и отлично выступят в кубковых играх. Выслав Николаевич, большое спасибо вам за участие. Всегда ждем с новыми победами. Будем рады видеть вас снова. Спасибо. Уважаемые телезрители, я напомню, сегодня у нас в гостях был главный тренер футбольного клуба «Приолит», чемпион России, обладатель Кубка по футболу Владислав Тернавский. А мы встретимся с вами через неделю в программе «Диалог». До свидания.